всем привет с вами руслан на улице лето жара плюс 35 время 11 утра и такая погода обещает стоять неделю а то и больше хочется чего-то пенного магазинную химию пить неохота а заниматься зерновым пивом просто лень в такую жару занимает очень много времени поэтому сварим сегодня с вами лайтовая хлебное домашнее пиво что понадобится хлеб обязательно хлеб бородинский можно уральский но лучше бородинский так как будет ароматнее по-любому будет ароматнее с бородинского самые простые магазинные дрожжи и знаете да купила как они действуют не пробовал ни разу проверим заодно хмель можно аптечный нужно даже аптечный у меня перле 6 2 альфа кислота ну что было потому что в аптеках хмеля нету почему-то может быть кто-то еще варит нужен будет обязательно сахар вода весы и давайте приступим к приготовлению так я буду варить где-то около 20 литров это у нас будет быстро постоянно гости постоянно огороды сейчас жарко улетит махом весы берем я делаю на 20 литров вы свои граммовки высчитывайте сами хлеб здесь по 400 грамм пачки давать перевешиваем до 440 здесь у нас 440 грамм пачки и еще нужно нам как раз о 220 грамм все граммовки плюс-минус нету ничего точного плюс-минус как-то делаем точно только когда мы зерновое варим но зерновое варить будем позже когда будет маленько по прохладе сейчас я зерновое варить не хочу погода мне просто не дает я сейчас если начну зерновое варить дома будет просто печка давайте подготовим хлеб вот у меня более старый такой уже маленько оцаревший но ничего страшного на пиво пойдет сейчас мы его нашинкуем не сильно крупно не сильно мелко так чтобы быстрее подсох и на противень сразу укидываю рядышком лежит такой черствый поэтому так тяжело режется и ножичек у меня маленько не для этого ничего пойдет сейчас нарубаем и продолжим наверно или давайте нарубаем в принципе быстренько все сделаем делается махом поется на ура открываем это также нарезанный хлеб какой-то новый бородинский узнал новый старый новый уральский новый бородинский там новые белые новые серые кита хлеба но кстати без добавок хлеб без всяких специй чисто бородинский идет на квасок идет на пивко даже очень хорошо идет на пивко кучку тоже порубим так и сейчас получается где-то примерно вот так вот такие куски небольшие не маленькие желательно два конечно листика но у меня второй занят сейчас будем сушить на одно засовываем слова им и включаем на конвекцию на полную включаю конвекцию и даю температуру где-то 170 дам не больше сначала надо было конечно в розетку включить все пошел у нас нагрев пошла сушка сейчас а мы пока бахнем кваску настоящего живого у нас казахский магазин возят вот такой квас вообще офигенный лучше только домашний но он у меня еще в холодильнике не остыл а этот холодильнике всю ночь лежал сейчас бахнем его а потом бахнем домашнего сравним очень вкусный класс где-то вот до такого состояния надо сушить они слегка потемнели но еще не сгорели некоторые потемнение который посветлей сильнее не надо некоторые мягкие ничего страшного основная масса высохла сильнее не стоит будет горчить и так будет хмель без этого горелого хлеба и так все будет очень вкусно и так когда вода уже начинает закипать здесь у меня порядка 20 литров 20 может 21 точно не знаю может я ошибся не суть как я говорил уже плюс-минус не страшно берем наши спори и сюда отправляем так это есть помешаем и сюда же здесь у меня 20 25 грамм хмеля сразу же для аромата добавим также топим и варим где-то минут 20 под закрытой крышкой сейчас вам закипит маленько прокипит и поменяет свой цвет здесь нет температурных пауз обычное затирание нету ферментов песни солод а просто ходит поэтому все так без температурных пауз закрываем ждем минут ну что товарищи прошло минут 25 варки и еще минут 10 постояла она меня горячая такой вот цвет получился можно маленько мешануть как класс цветом если хлеб посильнее пожарить будет потемнее но я не люблю сильно темное поэтому вот так отрешил еще 25 грамм смеля и пока не остыла в горячий добавляем это у нас смель на горечь пойдет который не вываривается размешиваем и убираем остывать я оставлю душевой час воды наберу там зубку наберу воды холодный можно чиллером ну чиллер надо было заранее кидать проваривать его поэтому просто в душевую поставлю и подожду как раз меня пока время свободно есть дальше будем процеживать пахнет так наш сусло почти подостыла уже есть еще минут пять-десять надо запустить дрожжи работу чтобы они начали свою деятельность возьмем пол кружки сусло я взял уже такое градусов 25 2 с половиной ложки сахара размешаем туда же туда же бахнем дрожжей дрожжей также 3 чайные ложки 1 2 и 3 сильно много не надо иначе будет надпускать брага все эту маску сейчас накрываем фольгой начинает пыниться дрожжи начинают питаться сахаром сейчас пока мы процеживаем сусло тут я подготовил бродильную емкость вот так она выглядит это из-под пива бродильная емкость здесь 30 литров отлично подойдет с крышкой и с гидро затвором можно использовать обычную бутыльную его потом замучаешься мыть поэтому лучше бродильная емкость вот так то выглядит остатки хмеля у нас подостыла градусов 25 уже сито поменьше и начинаем царить вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok А так весь сахар, дрожжи сейчас начнут жрать Весь сахар растворится и вполне Закрыл, поставил гидрозатвор И сейчас спирта Гидрозатвор нальем И на брожение на 5-7 дней Поплывок у нас всплывет Закрываем гидрозатвор Все, и на брожение Это была первая часть видео Для того, чтобы не пропустить вторую часть Обязательно подпишитесь на канал И ждем 7 дней 5-7 дней Будем смотреть, что получилось Разливать и пробовать Всем спасибо за просмотр Пока-пока